Да, ну что, я говорю вам еще раз здравствуйте, спасибо, что присоединились. Вы пришли послушать вебинар «Теплить социальных технологий». Сегодня тема очень интересная, в том числе для меня, это GitHub для новичков. То есть для тех людей, кто не очень хорошо разбирается в программировании, кто не разработчик, кто, наверное, по работе своей или просто сталкивается с разработчиками, с программистами и хочет как-то более понимать их, и мы это рассмотрим через вот такую призму GitHub'а, и на самом деле мы поймем, что это такое, как это работает, для чего это вообще нужно, и как мы можем использовать это, собственно, для себя в своих проектах в будущем. Так, все ли меня слышат? Давайте еще раз быстренько проверим и пойдем дальше. Надеюсь, что все. Окей. Пару слов о себе. Меня зовут Алексей Ницца, я являюсь вент-редактором «Теплить социальных технологий», то есть все, что касаемо мероприятий, вы можете писать мне, в том числе я веду вебинары, такие как этот, и делал видеоуроки, такие небольшие видео о том, как пользоваться теми или иными онлайн-сервисами. Если у вас есть какие-то вопросы, можете писать мне напрямую, или в Facebook, или на почту. Найти меня достаточно легко. Поэтому любые какие-то запросы, возможно, темы для будущих вебинаров, или там темы, которые вы хотели бы рассмотреть, или вам что-то непонятно, обязательно пишите, потому что, в принципе, мы много чего делаем для вас, и хотим, чтобы вы использовали наши материалы более эффективно. Для тех, кто не знает, во-первых, так выглядит наш сайт. Мы называемся «Теплить социальных технологий». Мы являемся общественным и образовательным проектом, который связывает два полюса. С одной стороны, это некоммерческие организации, некоммерческие какие-то инициативы, активисты, и то есть все те проекты, которые решают какие-то общественно важные и социальные проблемы. С другой стороны, это сектор IT, да, то есть это люди, которые владеют навыками, но часто не знают о том, что эти навыки можно использовать для каких-то проектов, которые изменят жизнь, впрочем, к лучшему. В чате, пожалуйста, просьба кому-нибудь напишите, человеку, что, если не слышно, что, наверное, надо либо пересгрузить страницу, либо использовать браузер Chrome. Спасибо. И наш сайт находится по адресу te-st.ru, и в социальных сетях мы везде, слэш теплиц.st. Очень рекомендую заходить, смотреть, что мы пишем, о чем мы пишем. У нас много обзоров, инструментов, мероприятий. Действительно, может быть вам очень полезно. И, конечно же, так как мы проводим мероприятия, мы много что снимаем, в том числе мы выкладываем записи вебинаров. То есть, чтобы не пропустить в будущем, обязательно советую вам подписаться на наш канал на YouTube, потому что действительно много чего полезного. И вы найдете, если полистаете, там плейлисты. И вот два из самых таких полезных плейлистов, я считаю, это, во-первых, записи вебинаров наших, как этот, да, то есть это такие видео длительностью, по крайней мере, где-то около часа, может быть, чуть больше. Вот есть час двадцать, если вы увидите, да, там уже порядка пятидесяти вебинаров на разные темы. Мы либо приглашаем сторонних спикеров, которые рассказывают о том, чем они занимаются, и погружают вас в тему, либо, как я сейчас, в такой концепции разбираемся вместе, когда мы вместе со мной пытаемся разобраться в каких-то сложных вопросах. И, собственно, в чем заключается концепция? То, что я, например, не являюсь специалистом в какой-то узкой области, да, я пытаюсь разобраться и показываю вам, что это возможно. То есть для человека со средним уровнем знаний в каких-то технологиях вы также можете в этом разобраться. Поэтому, да, ссылка на плейлист здесь есть, поэтому очень-очень рекомендую, пожалуйста, подписывайтесь. И второй плейлист — это небольшие видеоуроки, скринкасты, по сути, это записи экрана, да, я показывал, как пользоваться тем или иным онлайн-сервисом. Сейчас их действительно очень много, они очень полезны, вы можете применять их там в своих целях для работы, для учебы, для личных каких-то вещей. Это все, что касается дизайна, разработки, безопасности, каких-то еще вещей. То есть просто это какие-то хорошие такие сервисы, которые работают, в частности, в браузере, да, вам не надо практически ничего устанавливать, и вы можете как-то эффективнее сделать то, что вам нужно. Там, создать постер, инфографику и так далее. Так, да, и вопрос же, о чем мы уже сегодня поговорим. Вы, наверное, все видели эту картинку, потому что, наверное, регистрировались или там участвовали, подписались на мероприятия в Фейсбуке. И посыл такой, что действительно часто мы сталкиваемся с программистами, и иногда мы их просто не понимаем. В том числе я часто пытаюсь какие-то вещи понять, но для меня это тоже бывает сложным. Поэтому какие-то вещи программисты часто произносят вслух, форки, плореквесты, гитхаб, что это такое, совершенно непонятно. И вот сегодня мы пытаемся разобраться в этом, вот почему вообще пользуются таким сервисом, как гитхаб, и вообще что это такое. Забегая вперед, хочу сказать, что гитхаб называют социальные сети для программистов. Поэтому в этом есть какая-то правда, да, что если вы как-то поймете, что такое гитхаб, как это работает, вы можете сойти за своего и все-таки, наверное, как бы облегчите себе задачу общения с людьми, которые занимаются там написанием кодов, программ и так далее. И такая небольшая ремарочка, что вебинары для пользователей сначальным уровнем знаний в программировании или которые вообще не знают, что это такое. То есть, например, я, конечно, я знаю, какие существуют языки программирования, но я не владею, я не программирую. Поэтому если среди вас есть люди, которые программисты, вы можете, ну, конечно, с юмором отнестись к тому, что я сегодня буду рассказывать, потому что я буду говорить достаточно простым языком. И в том числе, если у вас есть какие-то там замечания будут, вы пишите, почему нет. Возможно, я там что-то не точно могу сказать, а вы можете как бы уточнить для тех людей, кто слушает в том числе. И этой картинкой я хотел вот рассказать, собственно, в чем причина, да. Часто, не знаю, если вы там не коммерческая организация или просто люди, которые, там, пользуются компьютерами, вы понимаете, что, да, любые проекты, в том числе, там, если это касаемо софта, да, какие-то программы, мобильные приложения, онлайн-сервисы, все это создается кем-то, да, и это создается разработчиками. И, во-первых, хочу сказать, что в основе сейчас это командная работа, да, когда не один человек что-то делает, конечно, может быть, это один человек, но вообще как бы это делается вместе с командой, то есть это несколько разработчиков, и каждый делает свою часть или дублируется, либо, там, они совместно как-то делают, да. То есть сложно понять вообще, как этот механизм работает, как они умудряются вот вместе, да, что-то делать и в итоге получить какой-то результат. Это, на самом деле, достаточно сложно. То есть сегодня я вот консультировался со своим коллегой Глебом Суворовым, который рассказал, ну, собственно, он является руководителем направления разработки в теплице, и вот он, как бы, мне, там, прояснил какие-то моменты, да, я начал, там, сравнивать, там, например, работу программистов или, там, версии, как они что-то делают с тем, как мы, ну, обычные, там, пользователи пользуемся, я не знаю, там, файлами на компьютере или, например, как мы, там, пользуемся общим доступом в Google Drive, да, когда несколько человек редактируют что-то, да, и иногда получается совершенно каши, непонятно, кто что делает вообще, какие были изменения, и часто возникает вот опять такая ситуация, когда совершенно непонятно, вот, что это за куча такая, да, и что было изначально, кто что-то изменил, внес какие-то правки, и совершенно вот непонятно, что было в начале, да, и что сейчас, как это вообще распутать. И так как разработка – это достаточно сложная штука, да, когда, там, человек пишет код, а это, по сути, текстовый файл в основном, да, и это строчки кода, то, когда мы вносим какие-то правки, либо, там, разработчики вносят правки, очень сложно, там, спустя какое-то время понять вообще, как это было связано и кто чего вносил. То есть можно немножко сойти с ума, когда вы разбираетесь в этом, но для этого, как бы, мы живем в мире, когда уже все изобретено, в принципе, да, и люди придумали такую классную штуку, это называется система контроля версий, да. То есть давайте еще раз вспомним, вот, как мы на компьютере часто делали, да, то есть мы создаем какой-то документ, ну, по крайней мере, вот, там, не знаю, допустим, текстовый документ какой-нибудь, да, мы пишем, там, допустим, там, название и, там, версия 1. Потом что-нибудь изменили, часто люди пишут в названии, сохраняют его как другой файл, да, и название версии 2 и так далее. И вот, в принципе, это один из способов, одна из систем сохранения версии, когда вы пересохраняете каждый раз файлы с новыми именами. Ну, конечно же, когда вы имеете, там, дело с большим количеством файлов, когда их, там, десятки, сотни, тысячи, когда доступ у людей, там, несколько, там, человек 10, 20, 30, да, это все очень сложно. И для этого, собственно, опять же, как я сказал, уже давно все придумано. И сегодня мы поговорим, во-первых, о Git, ну, и, соответственно, перетекая плавно в GitHub. Так что такое Git? Git — это распределенная система управления версиями. Просто вот нужно понять, что есть некая система, которая управляет версиями, да, это вот как файловая система на компьютере. Ну, какую-то вот, можно быть, провести параллель. Во-первых, нужно сказать, что этот проект был создан в 2005 году, и Linux Torvalds его создал. Это человек, который, собственно, занимается Linux для разработки ядра Linux. Все мы или не все знаем, что Linux — это открытая система операционная, которую, собственно, можно собирать, разбирать, делать на основе нее все, что угодно. Вот. И, собственно, Git — это только лишь одна из систем управления версиями. Конечно же, это, там, существуют и другие, да, но есть определенные отличия. Во-первых, обычная система храняет файлы, и их изменения к каждому файлу, который сделан во времени. То есть, например, сохранили файл, да, через какое-то время сохраняем, и система обычная, она сохраняет просто изменения, что изменилось. В чем отличие Git? Git считывает хранимые данные набором слепков небольшой файловой системы. И он, то есть, когда мы фиксируем текущую версию проекта, условно говоря, когда мы сохраняем то, что у нас есть, да, Git, эта система, она сохраняет такой слепок, и, то есть, файлы проекта отображаются как бы в текущий момент времени, и он не сохраняет изменения, он сохраняет непосредственно слепок того, что есть на данный момент. И, например, если файлы не менялись, то просто дается ссылка на предыдущую версию, чтобы просто это было намного эффективнее, быстрее был доступ, и все это работало быстрее. Итак, далее, если говорить про Git, что это такое, как это работает, то, в принципе, существует такое понятие, как репозиторий, да, это хранилище, где вот хранится все. Допустим, компания создает какой-то продукт, да, пишет, допустим, создает сайт. Сайт состоит, по сути, из файлов. Файлы хранятся где-то на сервере, либо на локальном сервере, то есть на каком-то компьютере. Изначально представим себе ситуацию, когда команда разработчиков или программистов создает сайт вместе, и они это делают на каком-то локальном сервере, который находится на компьютере. И каждый из разработчиков, по сути, что он может сделать? Он может скопировать вот эту папку, да, в которой лежат файлы для сайта, и уже локально вносить там изменения. И если, например, вы сделали какую-то свою часть, да, вы потом можете запросить изменения в основной папке. То есть так это работает распределенно и намного быстрее. А так как это на локальном компьютере, гид, именно гид системы, да, она подразумевает в большей степени свою работу на локальном компьютере. То это намного быстрее. У вас нет никаких запросов к интернету, вам не нужен, по сути, интернет часто, да, и вы работаете быстрее. И вот главное понятие вообще вот таких вот систем, которые определяют версии, это пол-реквесты, да, это вот запросы на изменения в основном проекте. Почему я написал чужой? Потому что дальше я буду там рассказывать. Вы, когда копируете себе, это ваш проект, да, вот основной можно считать чужим, то есть вы правки в него напрямую не вносите. И что самое важное, что существует история изменений, которая делалась, да, кто что куда вносил, и поэтому, в принципе, всегда можно разобраться, кто делал, что делал, когда делал. Это можно прям как историю отмотать и посмотреть. То есть это очень-очень эффективно и удобно. То есть для человека, который, например, не программирует, можно представить, там, допустим, ситуацию, когда вы пишете книгу, либо делаете что-то такое, да, вот, либо пример с сайтом, который я привозил, мне кажется, он наиболее оптимально понятен, да. Когда несколько человек пишут книгу, вот такую систему можно сделать и поставить систему управления копиями, версиями, прошу прощения, гид, который будет у вас на компьютере работать. Вот на самом деле, так как гид – это система, да, то для нее существуют разные оболочки визуальные, да, то есть, если кто помнит, всякие были такие командеры для файловой системы на компьютере, там, когда еще был Windows, там, не знаю, 98, может быть, некоторые до сих пор еще пользуются, это вопрос удобства, да, когда, ну, была командная строка, да, и были разные такие файловые менеджеры, которые позволяли визуально и, там, мышкой перетаскивать что-то делать и так далее. Так вот, здесь то же самое. Для гида существует, по сути, это работает в командной строке, как видите, всякие там вот команды, как создать репозиторий, как добавить что-то в страницу, да, но в том числе существуют всякие менеджеры, которые также можно скачать, это будет выглядеть как обычная привычная программа. Кому что удобнее. Также, кстати, здесь есть ссылки, желаю, очень, как бы, рекомендую вам посмотреть, это всякие хелпы, которые сейчас увидите. Во-первых, это вот интерактивный тур по гид, да, вот, можно просто непосредственно прямо зайти на этот сайт, посмотреть, скачать клиент. Видите, это программа, которая позволяет вам работать с гидом, да, это Linux, это Mac, Windows, для всех версий операционных систем это существует. Просто пролистайте, посмотрите, если будет интересно, как это вообще работает. Либо есть основа гид, вот такой хелп, еще более такой подробный, с описаниями на русском языке, и в том числе этот сайт имеет там другие языки, да, вы можете тоже почитать, понять более подробно. Вопрос только, если вам это нужно. Потому что, ну, это действительно очень такая тема. Вот, например, когда я пытался в этом разобраться, честно, есть некоторые сложности для людей, которые непривычны вот к программированию и так далее. Так, хорошо, и теперь переходим к гидхаб, и, собственно, в чем разница, и что это такое вообще? Почему мы сначала говорили о гид? То есть, еще раз, гид – это система управления версиями. Что такое гидхаб? Гидхаб – это веб-сервис для хостинга проектов и их совместной разработки. И он основан как раз на этой системе контроля версии гид. То есть, это веб-сервис, это сайт, условно говоря, да, на котором размещаются все эти IT-проекты. То есть, они хранятся не локально у людей на компьютерах, да, а виртуально на сервере вот этого сервиса. Что важно, что этот сервис гидхаб, он абсолютно бесплатен. То есть, если вы делаете проекты открытые, и все, наверное, слышали, и, в частности, мы вот всегда, когда проводим хакатон, мы говорим о том, что, ребят, вы как бы желательно, очень рекомендуем вам делать проект с открытым исходным кодом и размещать его на гидхаб. Вот, собственно, вот это и есть, да, то есть, это самый такой большой и общеизвестный хостинг IT-проектов. Слоган сервиса, он как бы там звучит как social coding, да, на русский язык можно перевести как пишем код вместе, но в то же время, как я уже сказал, гидхаб часто называют социальной сетью для программистов. То есть, все, что касаемо разработки каких-то проектов, IT, да, вот в первую очередь, куда нужно смотреть, смотреть туда. Вот, и тут еще есть такое интересное замечание, что часто на футболках печатывают ForkView, да, то есть это, во-первых, созвучно с определенным известным ругательством, с другой стороны, говорит о том, что вот гидхаб-сервис позволяет вам создавать свои ответвления IT-проектов и разрабатывать их очень просто и безболезненно. Это называется Forky. Fork от, по сути, как вилка. То есть, что это значит? Например, кто-то делал какой-то проект и выложил его, да, вы смотрите, и вам прямо такая штука нужна. И вы берете и делаете Fork, то есть ответвление, условно говоря, ну там, в каком-то виде это все-таки копирование, и уже разрабатываете его сами. То есть вы делаете некое ответвление. И это тоже очень здорово. Сейчас дальше я объясню, почему. Потому что, в принципе, уже очень-очень-очень много чего создано, и можно использовать уже готовый вариант для своих проектов. Не стоит писать что-то заново. И вот талисманом является такое животное, осьмикот, ну если перевести как с английского, Octocat. Это такой котик в виде осьминога. Вот он здесь стоит. Это главная, простите, это главная страница GitHub. Выглядит это вот так. И вот, собственно, почему-то взяли это животное. Кстати, ничего общего с каким-то мультиком, который Octocat не имеет. Говорят, что это просто нашли как бы картинку где-то на каком-то хостинге фото, и просто применили. Собственно, сервис от github.com. И выглядит это так, да. Главная страница выглядит так, когда вы уже зарегистрируетесь, да, это бесплатно, вы просто там пишете свой мейл, придумаете свой пароль и так далее, там, логин, и потом вы нарегистрируетесь. Вот видите, вот, в принципе, рабочая версия выглядит вот так. Там, в принципе, все просто, много текста, какие-то таблички, какие-то вкладки. С одной стороны, это, кажется, в первую очередь тяжело, с другой стороны, это достаточно все просто. Да, нужно сказать, что русский язык поддерживается, но все материалы на английском языке, я имею в виду всякие разделы, вкладки и так далее. И вот сейчас мы просто давайте дальше посмотрим более-менее, что там, как и чего. Во-первых, опять же, рекомендую вам посмотреть разные гиды по github. Существуют разные статьи, материалы и так далее, как в печатном виде в плане, вот, просто постов, да, с картинками, с объяснениями. Так, существует канал на YouTube, который называется github training guides. Вы можете посмотреть более подробно. Это именно канал официальный гидхаб. Вы также можете в YouTube найти русскоязычные какие-то там видео, 100%, потому что это очень развитая система, и очень много разработчиков делают объясняющие видео. Я думаю, что точно найдете. И еще рекомендую вам потом посмотреть есть такой гидхаб для студентов. То есть просто пошаговая инструкция, с чего начать, как делать. Это более такой, наверное, продвинутый вид, но, тем не менее, тоже удобно. То есть можно начинать пользоваться с разных сторон, да, посмотреть видео, либо разобраться в хелпе, либо как-нибудь еще. И давайте теперь поговорим об особенностях github и, собственно, почему это используется и как вообще, в чем плюсы, да. Итак, самая главная особенность, как я уже сказал, о репетитории, то есть хранилища проектов, они размещаются онлайн. Они размещаются на сервере этого проекта, они у вас локальны. Я имею в виду исходники. Для проектов с открытым кодом это бесплатно. Но если вы хотите делать проект, который будет доступен не всем, или платные проекты, вы можете, там, выбрать платную подписку, и, там, это, кстати, не так дорого. Но так как мы теплицейсальных технологий за открытой технологией, да, мы вот вам говорим о том, что желательно делать все-таки, если вы думаете о своем проекте, пожалуйста, делайте его с открытым исходным кодом, чтобы программисты из других организаций, либо просто какие-то программисты могли вам в том числе помогать. Важно еще вот что понимать, так как это, по сути, можно реально считать мировой онлайн-библиотекой код, да, то перед тем, как что-то создавать, обязательно, пожалуйста, посмотрите, что существует уже. Потому что вы, правда, для себя, для своего проекта можете выбрать уже какие-то наборы блоков вашей будущей программы, либо приложения, да, и это будет намного быстрее, если вы будете писать с нуля. Вот потом я сейчас, когда начну показывать, тоже быстренько покажу, это, в принципе, легко найти. И вопрос использования краудсорсинга, да, краудсорсинг – это, по сути, использование силы толпы. Когда людей много, пользователей много, каждый вносит свой вклад, и таким образом мы развиваем саму инфраструктуру, мы развиваем свои проекты и помогаем друг другу. Гитхаб в этом смысле вот он прямо это очень на 100% показывает, и с помощью Гитхаба можно развивать свои проекты с помощью других пользователей, да, потому что у вас есть свой проект, например, да, вы размещаете его на Гитхабе, люди потом создают ответвление в форке, их развивают в том числе, могут на основе вашего проекта делать свой проект, как у нас, например, есть платформа IT-волонтер, да, и это тоже лежит на Гитхабе, вы можете скачать код этой платформы и запустить у себя в городе, например, совершенно для других целей. То есть этой платформы, например, как, условно говоря, найти исполнителей для этих задач, там, как создать логотип, либо как сайт создать, а вы можете сделать для чего-нибудь другого. И, например, у нас уже была такая ситуация, когда, я думаю, с хакатонов выиграл проект, который сейчас уже запустился, и он использует, собственно, открытый код IT-волонтера для своего проекта, для кризисного центра для женщин в борьбе с насилием. То есть тоже это достаточно интересно. Вот такие самые главные особенности. То есть, во-первых, все, что уже как бы написано, нужно использовать и смотреть, потому что очень много людей делают. Это все бесплатно, это онлайн, и вы можете с помощью других программистов в том числе развивать свой проект. Потому что если он будет интересен, то люди будут вносить какие-то изменения, дополнения и правки, как это происходит сейчас у нас в том числе, и это будет очень эффективно для вас как создателей какого-то проекта. Тем более, если он не коммерческий. Да, и тут несколько слайдов, как это теоретически выглядит. Допустим, вот вы хотите найти что-то, что касаемо VKIP, то есть, например, если вы хотите делать какой-то проект, который будет получать информацию, данные из социальной сети ВКонтакте, вы можете подумать о том, чтобы написать это вручную, но с другой стороны, вы можете зайти на GitHub и ввести вот VKIP, и вы увидите, что уже создано 712 репозиториев, то есть, условно говоря, 712 программ, которые вы можете использовать свободно. Что интересно, тут можно посмотреть по разным типам языка, на каком языке это написано, на Python, на PHP, на Java, то есть, говорю по-русски, на C++, на HTML и так далее. Как вы видите, например, на Python написано достаточно большинство, наверное, потому что, наверное, ВКонтакте написано на Python. Я не знаю. То есть, вот таким образом, вы можете поискать много чего интересного. Теперь вопрос. Вот эти все странные слова, которые используют программисты, и давайте мы хотя бы теперь определим, что это значит. Существует три основных вот таких команды, понятия, значит, это fork, это pull request и commit. И так же такой fork, мы уже предыдущие, там несколько слайдов об этом говорили, значит, для того, чтобы запомнить, это как вилка, да, и это в прямом смысле ответвление, да, как вот лезвие вот эти вот на вилке. То есть, это копирование репозитория другого проекта к себе на GitHub. То есть, вы копируете его внешне. В том числе, дальше будем смотреть это, вы можете скачать его полностью к себе, чужой проект, если он открытый. И уже там делать локально что-то. Значит, pull request – это запрос на внесение изменений в исходные репозитории. Например, если вы скопировали какой-то проект, и вы потом хотите, там, внесли потом, например, там, его начали дальше разрабатывать, внесли какие-то изменения, хотите, чтобы в основной проект тоже это было внесено, вы можете с pull request, да, с запросом, там, отправить какие-то изменения, которыми потом будут пользоваться также все люди. И коммиты, да, это то, что уже было внесено. Это история внесенных изменений, которые также легко можно посмотреть, да. То есть, если у вас открытый проект с открытым кодом, да, вы можете посмотреть, кто что изменял, дополнял. Это уже, то есть, не просто запрос, это уже действительно внесенные изменения. И вот, собственно, на этом построена вся работа в GitHub. Значит, когда вы, там, заходите в свой, там, например, аккаунт, вы можете спокойно погуглить, в смысле, поискать, прошу прощения, да, просто в поисковой строке поискать, например, какие-нибудь проекты. Если вы знаете, например, название, вы можете найти теплицу, да, и вот у нас есть, например, проект Lake, да, это плагин для WordPress, который позволяет собирать пожертвования. Он с открытым исходным кодом, и, соответственно, он размещен именно на GitHub, да. Вот, как я видите, красным выделил. Это исходная репозитория. Значит, кнопочка fork, которая находится справа сверху, это, по сути, его ответвлить к себе, да, сохранить на GitHub. То есть, это создать некую копию с изменениями. И также есть зелененькая кнопочка clone download. Вы можете непосредственно скачать весь код и сразу, например, применить его в своем проекте, если он у вас есть. То есть, это вот основные кнопочки. Дальше вот что интересно, что есть кнопочка pull requests, да, то есть вы можете посмотреть все запросы, которые были сделаны людьми для того, чтобы внести изменения. Если вы, например, хотите внести какое-то изменение, вы можете нажать здесь не pull requests. Это только, да, лишь запросы. Это важно понять разницу между, как бы, изменениями и запросами. Вот это именно запросы. А теперь, что касается, значит, непосредственно, как это выглядит, да, вот эти запросы. Каждый человек, да, по сути, может сделать запрос, и он выглядит так. Вот, например, человек пишет там какую-то строчку кода, да, и там пишет изменения. И он там что-то написал, а наш программист ему что-то ответил, и, собственно, он как бы утвердил, значит, изменения потом будут внесены. И вот это все можно посмотреть, можно посмотреть историю там общения. По сути, это как некий форум такой возникает, да, и вы можете общаться с теми людьми, которые там делают вам pull requests. Поэтому, как мы говорим часто, да, например, если вы там, вы хотите внести изменения или улучшить там нашу онлайн-лейку, вы можете непосредственно делать это вот прямо здесь, на GitHub. И там большинство, если они действительно правильные, интересные, это будет все там сделано, и это превратится в коммиты. И коммиты – это, еще раз, это список права, которые были сделаны, да. Вот когда вы смотрите основную страницу проекта, репозитория, да, вы видите, что есть такие разделы, и внизу вот есть 566 коммитс. То есть вы можете нажать на него и посмотреть, как это выглядит, да. То есть тут можно, опять же, посмотреть, когда это было сделано, внесены правки, кем они были сделаны, там, и что конкретно было сделано. Для этого нужно нажать вот здесь, там, с правой стороны, видите, такой столбик, где всякие цифры написаны. По сути, когда будет, ну, нажмете, вы увидите, как это выглядит. Например, если у вас в проекте есть не только один программист, который входит в ваш проект, да, то у вас могут, например, коммиты быть от нескольких, там, программистов. То есть у нас, как видите, это один человек вносит, да, то есть ему, например, приходят запросы, он их, например, аппрувит, и это превращается в коммиты, да, в изменения. Если несколько человек, то несколько человек здесь будут отображаться. Да, и, по сути, много чего можно делать с помощью самой онлайн-версии, но в том числе, чтобы работать быстрее, если вы действительно работаете, используете GitHub для своей работы, вы, как бы, желательно, там, скопировать репозиторию к себе на жесткий диск компьютера, потому что это просто упростит вам работу, и это будет намного быстрее, да, и для того, чтобы управлять этими версиями, есть клиент, да, это программа, которая взаимодействует с GitHub. Например, самый распространенный это GitHub Desktop. Вы можете найти его для Windows и для Mac, да, вот есть ссылка, вы можете зайти и скачать эту удобную программу. И с помощью нее уже, там, вносить какие-то правки, делать реквесты и так далее. Ну, я тоже, если время останется, я покажу, как это делается. И еще такой бонус есть – это GitHub Pages, да. По сути, вы можете с помощью GitHub создать сайт, и это очень быстро, да. То есть, так как сайт состоит из файлов, любой сайт, да, например, если он на WordPress, в том числе это все состоит из папок и файлов, это все хранится где-то у вас на хостинге, на, там, стороннем сервере. Таким образом, по сути, вы можете использовать GitHub как хостинг для вашего сайта. Есть специальная упрощенная версия, тоже покажу, наверное, вы можете сделать простые сайты для вашего проекта. Естественно, что, там, понятно, что это может быть и просто какой-то сайт сторонний, но самый простой способ сделать, например, сайт, либо веб-версию, вот, там, посадочной страницы, там, лендинг-пейджа для вашего проекта, который вы разместили на GitHub, это вот сделать это вот с помощью GitHub Pages, это делается прям моментально быстро, и вам не надо, там, искать какой-то сторонний хостинг. Вы, да, единственное, что плюс можете сделать, это, например, перенести на сторонний домен, чтобы было намного удобнее. Так, и вот GitHub Pages страничка выглядит так, тоже рекомендую за тип смотреть. Еще раз, вы экономите вообще на многом, то есть это, опять же, бесплатно, по сути, вы можете зарегистрироваться бесплатно на GitHub'е и бесплатно сделать сайт. Это тоже очень круто. Единственное, что его адрес бесплатный будет, там, например, ваше имя, то есть, например, если вот у меня это nitsa.github.io. Ну, а в принципе, сейчас не так важно. И вот как пример у нас есть чат-бот для Телеграма, называется Теплобот. Естественно, что открытый код, и он расположен на GitHub'е, и самый простой способ делать сайт, это вот был сделан именно с помощью GitHub Pages. То есть, просто простые, там, есть шаблоны, да, визуально как-то выглядят, да, вы можете сделать разные разделы, вы можете делать описание, для чего вы это делаете и так далее. То есть, это реально быстро сэкономит вам время. Ну, и давайте посмотрим, как это работает, потому что, как бы, файлы — это все хорошо, там, и слайд, да, а вот как это выглядит в реальности, это уже более интересно. Давайте, если какие-то вопросы сейчас есть, вы задайте мне перед тем, как я перейду, потому что я потом не буду видеть чат, я буду видеть только свой экран, вот. И я могу сейчас ответить на какие-то вопросы, если есть. Ну что, вопросов нет? У меня вообще слышно, или я вещаю просто сам для себя? Надеюсь, что слышно. В принципе, у меня микрофон показан, что он работает. Да, отлично. Значит, кто-то меня слышит уже хорошо. Ну так что, вопросы? Вопросы? Нет вопросов. Про запись я уже говорил. Да, хорошо. Значит, давайте еще раз просто резюмируя, подведем, как бы, небольшой итог, чтобы разобраться еще раз, что такое GitHub, да. Итак, существует система управления версиями, это Git. GitHub — это веб-сервис, это такой сайт, да, где вы можете размещать свои репозитории и свои проекты, то есть хранилища, да. Каждый человек может, во-первых, если это открытый проект, его скачать себе на компьютер, или сделать форк, то есть ответвление, да, и развивать его дальше. И также он может сносить изменения и предлагать изменения в ваш основной проект. То есть, например, если вы делаете там какой-то сайт, да, и вы сделали шаблон сайта, например, вы его выложили на GitHub, и любой человек может его использовать и сделать на основе вашего шаблона свой сайт. Но если кто-то хочет, например, изменить что-то в нем, он может поменять, что-то улучшить, да, и также сделать запрос на то, чтобы вы внесли изменения в общий код. И тогда, опять же, и вы будете пользоваться и все остальные. То есть это очень удобно, и это быстро, и это бесплатно, и вы также на основе GitHub'а можете сделать свой сайт на основе GitHub Pages. Вот. Окей. Давайте теперь посмотрим, как это работает. Так. Окей. Сейчас. Да, вот видно, да? Давайте дальше. Перейдем. Я буду все равно переходить от вкладки к вкладке, чтобы просто проверять, все ли окей. Так, вот так выглядит GitHub. Собственно, в первую очередь, что надо сделать, да, это, ну, я не знаю, вы можете посмотреть прайсинг, да, там, если вам интересно, сколько это стоит. То есть если вы хотите, чтобы в вашем проекте участвовал кто-то еще, кроме вас, да, вы хотите команды, например, делать, вы можете это делать за 7 долларов в месяц, если вы делаете закрытый проект. Это private repository, видишь? Видите? И если вы хотите делать только открытый, это бесплатно. То есть все очень просто. Для того, чтобы, значит, зарегистрироваться, вы должны заполнить такую форму, ничего сложного, юзернем, e-mail и паспорт, да, и все. Как бы классически, там, через социальные сети здесь войти нельзя. Естественно, что я уже зарегистрирован, когда я вот вхожу в свой аккаунт, это выглядит так. Естественно, в первую очередь, мне предлагается посмотреть какой-то гайд, если я тут впервые, не знаю, как что, да, либо создать свой проект. Допустим, когда я нажимаю свой проект, я пишу там имя, описание, и вот, например, create. То есть первое, что вы можете сделать, да, это создать. Естественно, что тут будет список файлов. Например, если вы хотите создать, там, не знаю, свой сайт, вы можете сделать несколько файлов, в том числе, там, на основе них потом будут сделаны сайты. Так, ну, это не самое главное, да, самое главное другое, что можно посмотреть вообще, что существует, собственно, в GitHub. Как я уже сказал, вот тут самая важная строка, строка поиска, да, и вы можете поискать что-нибудь, я не знаю, вот там, давайте про Facebook посмотрим, что есть. Про Facebook есть вообще очень много чего, да, и вы видите, что это 37 тысяч результатов, и тут, если более подробно вводить какие-то, там, поисковые запросы, то вы можете найти именно то, что вам нужно. Как я говорил, для ВКонтакте, VK, это вот 713, да, и вот давайте посмотрим, как, собственно, вы можете скопировать или загрузить к себе. Допустим, вы, ну, не знаю, выберем вот эту какую-нибудь версию, допустим, это то, что вам нужно, да, и вы можете либо форкнуть, либо скачать себе вот здесь. Можете скачать как zip-файл по ссылке, либо сделать форк, опять же, он добавится к вам. Видите, смотрите, теперь, значит, основное это находилось здесь, а теперь это расположено у меня, то есть вот это мой аккаунт, слэш, и дальше этот проект, VK.AP. Во-первых, чтобы посмотреть, что тут вообще было, да, можно посмотреть количество форков, это то есть тех людей, кто участвует вообще в этом проекте, в разработке и так далее. То есть в моей версии это выглядело вот так, например, да, тут можно посмотреть коммиты, вот, в общем, можно более подробно исследовать, кто вообще принимал участие в этом проекте и так далее. Так, давайте перейдем обратно и посмотрим вот коммиты, да, то есть просто еще раз, это список тех изменений, которые были внесены вот в какой-то проект. Просто можно посмотреть, как это выглядит, да, то есть, как вы видите, любое, там, изменение было, да, вот так это вот выглядит, да, это строчки кода, это все сложно с одной стороны, но вот как бы просто нужно понимать, как это выглядит, да, и вот и все. Давайте зайдем в раздел наш, в тепличный. У нас есть, собственно, вот наша страничка теплицей социальных технологий, и там у нас достаточно много проектов, да, во-первых, это Лейка, и это Яндекс.Фит, тоже плагин для WordPress, это IT-волонтер, та платформа, про которую я говорил, это Гигер, это Теплобот, и так далее. Давайте посмотрим вот что-нибудь про, допустим, IT-волонтер. То есть, например, можно посмотреть количество форков, вот, кто-то уже, например, использует и, там, делает его параллельно. Давайте посмотрим Pull Request. Pull Request — это именно запросы, так как они все уже закрыты, да, то есть нет открытых запросов, которые еще непонятно, будут ли они приняты или нет, то вот можем посмотреть. Чтобы посмотреть вообще все предыдущие, которые были сделаны, мы можем просто в строке фильтры убрать сюда и посмотреть, как это была история. И вот, собственно, тут есть вся история, которая была. Дальше, что еще можно посмотреть? Это просто для тех людей, кто не является программистом, как я, прошу прощения. То есть тут есть Readme файл, да, и вот, в принципе, есть описание и так далее. То есть каждый человек может, по сути, скачать это к себе и далее, вот, использовать на основе, там этого делать что-то свое. Так, дальше можно вообще посмотреть пул-реквесты. Так, давайте перейдем сначала в свой профайл. Здесь вот отображаются ваши репозитории, да, которые вы либо скопировали, либо создали. Соответственно, вы можете за ними следить, сделать их, отметить, чтобы точно там, видеть какие-то изменения, которые были сделаны. Вот followers и following. То же самое, как в стальных сетях, да, вы можете фоловить какого-то разработчика или какой-то проект, чтобы быстрее просто разбираться, что было изменено. Вот. И то есть вот у меня, видите, это пять репозиториев, которые есть, да, это вот скопированные, и мой, который я создал. Ну, вот смотрите, во-первых, я, вопрос теперь, как это удалить, да, то есть я могу это удалить. Потому что, когда я перехожу сюда, тут есть settings. И в settings мы сейчас, кстати, посмотрим два вида, что можно сделать. Во-первых, естественно, если вы хотите удалить эту ветку, если вы больше не хотите заниматься этим, да, вы можете нажать delete, delete the repository, и все, и это удалится. Либо, что еще тут можно сделать? Следующее, вы можете сделать сайт на основе github pages. Тут надо выбрать master branch и перейти launch automatic page generator. И здесь у вас возникает такая страница, которую вы можете изменять. То есть это тут можно менять текст, да, это будет вот, собственно, текст, который размещен на странице вашего сайта. Да, здесь есть блоки и так далее, то есть это все удобно. Есть далее, когда вы нажимаете, вы можете выбирать дизайн, да, то есть вы можете сделать минималистичный дизайн, вы можете сделать вот такой дизайн, да, и, собственно, к вашему проекту тогда появится такая страничка. То есть, когда вы нажимаете publish page, вот у вас здесь есть уведомление о том, что у вас возникла вот такая страничка, и по сути это ваш сайт, да, вы можете дать эту ссылку, и у вас все будут видеть, что, собственно, сделали вы, да, то есть, во-первых, вы можете описать свой проект, который вы делаете, вы можете его сразу скачать, вот тут видно, что кто это сделал, да, и, собственно, на какой это теме. То есть, в первую очередь, еще раз, эти GitHub pages используются для создания страницы сайтов к вашим проектам, которые вы там делаете, но в то же время вы можете сделать на основе GitHub прям полноценный сайт, который, возможно, никак вообще не связан ни с какими проектами, которые у вас там есть на GitHub. Это просто может быть как хостинг для вашего сайта. Окей, давайте я вернусь обратно. Вопросов пока нет. Хорошо. Так, дальше. В общем, тут давайте посмотрим следующее. Значит, когда я говорил о том, что есть еще Desktop клиент, он выглядит вот так. То есть, я просто ссылочку сейчас открою. Когда вы его скачиваете, вот вы увидите вот такое. Давайте я сейчас просто тоже это сделаю. Я скачал себе этот клиент, и он сейчас загрузится, и я просто покажу, как же там что делать. Ну, вкратце, чтобы тоже было понятно, что это как работает. Так, для этого сейчас мне нужно, наверное, открыть определенный репозиторий. То есть, у нас есть такой проект NewGen, это для стажировок в отделе разработки теплицы, да. И, по сути, давайте посмотрим, как вносить всякие изменения. То есть, вот я еще раз. Я ну, как бы вам показать это лучше. Окей. Ну, в общем, смотрите. То есть, я это форкнул, это уже у меня есть на GitHub, то есть, это мой проект. Далее я его могу себе скачать. Он скачивается на компьютер и отображается здесь. То есть, во-первых, тут прописывается, куда это сохраняется, да, и вы, собственно, скачиваете в виде папки. Чтобы показать, это выглядит так. То есть, тот проект, который есть, он выглядит вот NewGen, он вот так выглядит. То есть, я его скачал, и он у меня на компьютере выглядит таким образом. И просто хочу показать, как вносятся правки и изменения, чтобы это было понятно. Допустим, есть действительно readme-файл, который там отображается определенным образом. Сейчас он загрузится, откроется с помощью текстового редактора. Секунду. Тут уже вносил правки. Смотрите. Эту строчку я написал во время вебинара. Так, теперь я сохраняю этот файл. И, соответственно, что получается? Что то, что у меня на GitHub, да, оно немножко отличается от того, что у меня на компьютере. Соответственно, когда я вижу вот, ну, собственно, в этой программе в клиенте GitHub Desktop, да, у меня сразу есть уведомление о том, что есть один uncommitted change, то есть одно изменение. Вот, как видно, есть вот такое изменение, да, и чтобы его скоммитить вместе с тем, что у вас находится на GitHub, вы просто там пишете какой-нибудь дескрипшн и там вовремя какую-то заметку, чтобы было понятно потом, там, через какое-то время, что вы вносили именно. Я вню строчку здесь и нажимаю commit. Теперь, если я у себя зайду сюда, то у меня то у меня будет следующая штука. Так, а это у меня ли это newgen? Сейчас, прошу прощения. Так, наверное, надо нажать sync. Я просто вам хотел показать, как это выглядит, собственно, самые изменения, которые были внесены. Так, давайте еще раз через это зайду, это в newgen находится, да. Так, вот, да, и теперь все загрузилось. Вот видите, я когда написал там, что, а эту строчку я написал во время вебинара, теперь это отображается и в репозитории, который находится непосредственно на GitHub. Собственно, вот так это работает. Самый простой пример, вот я привел такой. Вот, теперь, что же еще можно показать? Давайте откроем сейчас вопросы, вопросы, вопросы. GitHub Pages. Сейчас, Pages GitHub. Да, это страничка, которая вот, она, в принципе, просто рассказывает о том, что это такое, и это здорово, что если вы даже не хостите здесь никакие проекты, у вас нет проектов, вы можете с помощью GitHub делать сайт. И вот действительно они разным видом могут быть, и здесь есть видео, правда, на английском языке. Вот, и здесь вам показывается вообще там гайд такой, как это создать. То есть, допустим, вы хотите создать сайт, ваш, там, ваш личный или организация, да, и вы говорите, что вам надо создать репозиторий. Вы создаете его, делаете его публичным, далее вы, там, идете следующим шагом, да, например, вы скачиваете GitHub, далее вы клонируете к себе этот проект, и далее вы, например, создаете страницу index.html, и далее вы это коммитите и синхронизируете, и все, и у вас получается сайт. То есть, вот, можно пойти таким путем, чтобы протестировать, как вообще работает GitHub, и это хороший такой способ, если вы действительно как бы достаточно далеки от программирования. то есть, суть в том, что это каким-то образом отслеживает версии, да, и синхронизируется между собой. Что дальше? Дальше еще вот, что хотел показать, что когда вы внесли некоторые изменения, да, если вы хотите, чтобы были внесены изменения вот в основной проект new gen на теплице, да, есть такое, вы можете зайти в раздел pull request и создать new pull request. Вы создаете и, в принципе, система вам показывает, в чем разница, да, то есть, какие изменения вы хотите внести, когда они были сделаны, что это было сделано и так далее, и вы можете нажать create pull request. И там пояснения какие-нибудь написать. и создаете pull request. Вот. И выглядит это следующим образом. Видите, что теперь в основном проекте на теплице, если мы войдем сюда, есть один pull request, который не, как бы, еще не рассмотрен, да, то есть, это просто запрос, который еще не привели ни в какое действие, да, видно, что это сделал я, это сделал тогда-то, и он имеет номер 70. Я могу посмотреть, открыв его, посмотрю, что я предлагаю. То есть, условно говоря, администратор, либо разработчик этого проекта, он может посмотреть, и он может его либо перевести в коммиты, да, подтвердить, что это окей, либо отказать, и тогда это просто останется, и это не будет принято. Вот, собственно, это вот так работает. И также тут можно написать, у меня могут спросить какую-то дополнительную информацию, я могу ему ответить, и так далее, это вот так это работает. Вот. Так, ну что, отключаю демонстрацию экрана, и сюда перехожу. Давайте все-таки какие-то вопросы, если есть, я с радостью еще что-то покажу. Надеюсь, что вот в таком виде вы хотя бы начали понимать вообще, что такое GitHub, что такое pull-request, что такое форки, как это примерно работает, что за вообще версии проектов, и что вообще можно классно бесплатно создать сайт на основе GitHub. Так что, если вопросы какие-то, давайте с удовольствием отвечу. А я пока опять же резюмирую, просто проговорю то, что я уже сегодня рассказал, да, то есть есть система управления версиями проектов, в основе это IT-проект, это разработка, да, где это текстовые файлы, это код. Для того, чтобы все это было более эффективным, есть система управления. Они разные, Git одна из них. На основе этой системы построен сервис GitHub, который является онлайн-сервисом, по сути, веб-сервисом, и где вы можете хранить свои репозитории, хранилища проектов. Вы можете делать это бесплатно, если они открыты, если другие разработчики могут их использовать, если хотите делать закрытым, это платно. Далее, вы можете разместить свой проект, если он заинтересуется, то есть, если им заинтересуется другой разработчик, он может его форкнуть, то есть, сделать ответвление и развивать его самостоятельно. Если он внесет там изменения, он может также эти изменения порекомендовать вам в виде pull-requests. Вы можете это approve, то есть, сказать, что да, это круто, и это переведется в коммиты, то есть, вы можете потом в истории изменений посмотреть, кто что изменил. Выглядит это вот так. И, естественно, что, так как это сайт, он также состоит из разных файлов и папок, то GitHub позволяет вам создавать сайт бесплатно. По сути, вам просто нужно создать страничку индекс и внести какие-то еще странички и разделы, и вот у вас уже может появиться сайт, как я показывал на примере просто любого там проекта. Окей. Да, еще давайте я вот что хочу показать вам. Включу еще раз демонстрацию. Так, 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 так. Во-первых, хочу вас попросить заполнить форму об этом вебинаре. Пожалуйста, потратьте там одну минуту и нам важен фидбэк. Я очень вас спрошу об этом. И что еще хочу показать? Хочу показать, что у нас будет в пятницу еще один вебинар. Он будет с приглашенным спикером. Это будет Георгий Молодцов. И он расскажет о виртуальной дополненной реальности и возможностях для социальных проектов, для ваших социальных стартапов. Я очень рекомендую вам тоже посетить этот вебинар. Он пройдет в 4 часа в пятницу как раз в последний час там, если он в Москве до конца работы, условно говоря. И много чего полезного можете узнать, что такое AR, VR, что это вообще, в чем разница, какие социальные проекты это используют, собственно, какие есть возможности. Ссылочку на регистрацию вам уже могу сейчас прям скинуть в чат. Так. Давайте тогда перейдем еще раз к вопросам. Вот тут есть один вопрос. Покажите, пожалуйста, как сейчас откатить последние изменения, которые во время вебинара сделали. Откатить у кого? У себя? В смысле в своем проекте? Вы это имеете в виду? так, я сейчас просто как раз открыл и пытаюсь это сделать. А вы спрашиваете, потому что вы не знаете, или вы спрашиваете, потому что знаете, хотите проверить. Просто если вы знаете, вы можете, кстати, показать, как это делается. Честно, я вот на данный момент не знаю, как это сделать. Откатить. Я понимаю, что вы имеете в виду, есть некая история. Ну, давайте, давайте, я включу сейчас, да, демонстрация экрана. окей, секунду. Так, сейчас посмотрим. Да. Ну, собственно, вот если мы смотрим сюда, вот так выглядит у нас наш проект, да? То есть мы выносили какие-то правки, здесь было еще кучу всего, и вот это вот собственно то, что менялось. То есть мы создали форк от теплицы, да, и вот у нас идет вот такие изменения. То есть вопрос в том, как внести изменения и откатиться, например, вот сюда. Хороший вопрос. Кто-нибудь из тех, кто слушает, может прокомментировать, как это сделается? Ну, как бы первый, самый, как бы простой вариант, как это сделать, это зайти в файл, да, и просто изменить его. Ну, конечно, если вы не помните, как это было сделано, вы просто выносите здесь изменения. Ой, 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 ой. В общем, я на этот вопрос вам сейчас ответить не могу. Честно, не знаю. Ну, вопрос хороший. Спасибо за вопрос. Так, и что? И кто-нибудь из тех, кто слушает вебинар, есть ли знающие люди, кто скажет, как откатить? И? Ну, окей. В общем, если никто не знает, тогда, наверное, это хороший повод узнать нам самим всем, и тогда мы как раз изучим это. Окей. Ну, что, я вам тогда говорю спасибо большое. Возможно, было немножко сумбурно, но, тем не менее, конечно, сложно рассказывать то, что сложно для понимания, в том числе и для меня. Я реально пытался разобраться в этом, так как я не программист, и я надеюсь, что вот с поверхностной точки зрения, вот главные какие-то фишки, вы поняли, если вы также не связаны с программированием, я надеюсь, что вы менее будете бояться гитхаба, вот этих слов, по реквестов, форков и коммитов, и с программистами будете разговаривать уже более на привычном им языке, хотя бы, и я думаю, что как бы будет намного все эффективнее и удобнее. Еще раз вам говорю спасибо большое, и, пожалуйста, еще раз акцентирую внимание на том, что прошу заполнить форму, ссылка на которую есть вот здесь в чате, и тогда встретимся на наших будущих вебинарах. Вам спасибо большое.